Главный финансовый документ на ближайшие три года на повестке регионального правительства. В 2020 году доходы и расходы областного бюджета превысят 43,5 миллиарда рублей. Основные расходы, как и в прошлые годы, запланированы на социальную сферу. На поддержку граждан направят 7 миллиардов рублей. Почти такая же сумма предусмотрена на реализацию национальных проектов. Наибольший объем средств 2,4 миллиарда рублей предусмотрен по национальному проекту «Демография». Основное их направление – поддержка семей при рождении детей, в том числе выплаты на первого и третьего ребенка. 2 миллиарда рублей составят ассигнования в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в большей части направляемой на ремонт региональных дорог и завершение строительства западного обхода города Иваново. В рамках национального проекта «Здравоохранение» на 1,1 миллиарда предусмотрено укрепление материально-технической базы, сосудистых и онкологических центров, детских поликлиник и создание единого цифрового контура «Здравоохранение». 500 миллионов рублей запланировано на развитие сельского хозяйства, 60 миллионов – на поддержку малого и среднего бизнеса. Почти в два раза против 2019 года или 2,5 миллиарда рублей в 2020 году предусмотрено на развитие. Это строительство дворца игровых видов спорта в городе Иваново, физкультурно-здоровительный комплекс с плавательным бассейном в городе Кинишма, реконструкция защитной дамбы в Юрьевце, газификация населенных пунктов, строительство двух школ, 5 детских садов, строительство реконструкции объекта питьевого раснабжения и комплексов очистных сооружений, а также дальнейшее выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Регион продолжает работу над снижением госдолга. Долговая нагрузка в конце 2017-го составляла почти 88% к собственным доходам. На конец этого года уже 76%. За два года она снизилась с 16,8 миллиардов рублей до 14,2 миллиардов. Недавно на встрече с президентом были объявлены ряд решений, они касаются преображения наших прекрасных городов, Шуи и Кинишма. Это преображение будет осуществлено на кредит, но только не мы его берем. Кредит берет правительство России у Международного банка. Мы никаких кредитов под это не берем. Для нас это с вами просто подарок. Более того, мы этих денег-то не увидим. Мы формируем задание. Что должно быть сделано, как должны быть вместе с жителями. А главк муниципалитетов Станислав Ускресенский попросил быть консервативными в вопросах финансовой политики. Особенно во всем, что касается долговой нагрузки. К 2023 году показатель соотношения госдолга и доходов запланированно снизить на 20%. Что позволит Ивановской области войти в группу регионов с высоким уровнем долговой устойчивости.